Всем привет, друзья! В этом видео я хотела бы с вами поговорить на тему квадроберов. И у меня четыре версии, для чего это было внедрено в неокрепшие детские умы. Версии эти очень страшные. Сейчас продвигается одна версия из этих четырёх. Но я вам хочу их озвучить. Какие же всё-таки у меня версии по этому поводу, по этому явлению? Я думала, что это как-то дети поиграются, и потом это всё затухнет. Но нет. Это явление распространяется, расширяется. И вот мы с вами уже видим, что появился корм в продаже для квадроберов. Значит, появляются запросы в Москве в администрацию для того, чтобы установить будки для квадроберов. Появляются вакансии для квадроберов. То есть устраивается человек в какой-то офис работать квадробером. И он там будет развлекать персонал этого офиса, работников офиса своим поведением. Назначается даже хорошая зарплата, 77 тысяч. То есть вот такое. То есть это всё начинает продвигаться, расширяться и укрепляться. Я пришла к выводу, что это было специально внедрено в детские умы, и это не прикроют. Хотя сейчас ведутся разговоры о том, чтобы это движение прикрыть вместе с торологами и с экстрасенсами. Но я думаю, торологов и экстрасенсов прикроют, а вот квадроберов оставят. И вот Песков, он высказался на тему квадроберов и сказал, что это какая-то ерунда. Ну, в общем, отмахнулся от этого. Типа пусть они там как хотят. То есть это уже звоночек, что они не хотят эту тему рассматривать и приостанавливать. Значит, эта тема была внедрена в детскую среду специально. И знаете, я вчера почитала комментарии под одном из видео про квадроберов. И я была в ужасе. Там больше тысячи комментариев, и они все положительные. И всем это нравится. Там пишут как и дети, так и родители. Я понимаю, что могут быть чокнутые родители, но не в таком же количестве. Понимаете, не в таком же количестве, что там больше тысячи комментариев, и всем это нравится. И там пишут, что да, пускай дети развлекаются, это хорошо. Да мы в детстве тоже наряжались там каких-то животных. Но мы, извините, на лоток не ходили. И не жрали этот корм квадроберский. Этого не было. Максимум это где-то на новогоднем утреннике наряжались лисичкой или что-то такое, зайчиком. И это был максимум. Вот и все. Однако сейчас это приняло просто ужасающие, ужасающие факторы. В общем, как-то так. Значит, я почитала эти комментарии, и я пришла к выводу, что эта тема активно поддерживается ботами. То есть вот этой самой ботафермой. А ботаферма поддерживает идеи, которые им приказано поддерживать. Поэтому я пришла к выводу, что это специально сделано. Специально эта тема квадроберская внедрена в детскую среду и поддерживается активно ботафермой. И тут же Песков отмахнулся. Значит, это 100% тема специально внедрена в детские умы. А вот сейчас я хочу рассказать, что за четыре версии у меня по этому поводу. Итак, первая версия. Для чего это было сделано? Я предполагаю, что после модных мероприятий, на которые многие люди сходили на мероприятия, провели это мероприятие, появятся люди, которые будут гибридами. То есть получеловек, полуживотные. И это специально сделано, чтобы люди привыкали. И в основном это делается для детей, потому что это уже появится среди детей, среди нового поколения. И так дети уже будут привыкать к этому, что есть такие существа, которые полулюди, полуживотные. Это первая версия. Вторая, которая активно обсуждается, и, в общем, выдвигается только эта версия среди, на ютубе, я так скажу, что через игру детей будут приучать к пе, понимаешь ли, до, понимаешь ли, фе, понимаешь ли, ли. Ну, вы поняли, да? Через игру, ну, как это будет происходить, например. Ну, вот животные наши, там, кошечки, собачки, да? Вот мы любим их потискать, поцеловать, да? Вот наших пушистиков, мы их обожаем. И также могут потискать и зацеловать взрослые дяди, какие-то большие дяди будут пристраиваться в эту игру, включаться, да? Могут выдвигать там такие речи, да? Вот типа киски не носят штанишки, да? И всё такое. Ну, вы поняли, вторая версия, и она вот сейчас самая обсуждаемая. Далее, третья версия моя, это для дальнейшего совокупления с животными. А вы знаете, что в Советском Союзе проводились такие опыты, вот в том же самом Сухумском питомнике обезьяним, там проводились такие опыты, совокупления с обезьяным. Так вот, возможно, что третья версия, это для дальнейшего, как сказать, с животными, да? И для выведения гибридов человека и животного. И четвёртая версия, вот прям вышла даже такая новость, что мама привела свою дочь в ветклинику для того, чтобы прочипировать и прошмурдячить. Ну, животных же положено у нас так, да? Прочипировать животное, чтобы не потерялся якобы. И сделать это модное мероприятие даже для животного. Так вот, это вот квадроберство, может быть, продвигается и именно для этого. Для того, чтобы без проблем прочипировать детей и сводить на модное мероприятие. Чтобы не возникало проблем, ну, с животными же так, да? Ну, поэтому вот надо так и сделать. Раз вы квадроберы, если вы подражаете так животному, а у квадроберов так положено, у животных так. Так, и вот, чтобы детей повезти на это модное мероприятие и чипирование. Вот такие у меня четыре версии. Я, может быть, думаю, даже появится и пятая, и шестая. Потом мы это узнаем. Но это движение никогда не остановит. Не для того его внедрили в детские умы, чтобы останавливать. Его не прикроют, и оно ещё дальше и дальше будет развиваться. И будет всё и больше, и больше детей становиться квадроберами. И мы ещё с вами узнаем более и более ужасающие какие-то новости из жизни квадроберов. Вот в этом я уверена. Потому что это было специально, специально сделано. Вот эта идея внедрена специально. И очень-очень активно поддерживается батафермой. Есть, конечно, как я говорила, уже чокнутые родители, которые выводят на поводке своих детей гулять. Но не в таком количестве, в котором... Я читаю комментарии, там ужасные комментарии. Все довольны. Такого быть не может. Отучить ребёнка от квадроберства – это проще простого. Это сделать очень легко. И буквально за несколько минут. Нужно просто сказать ребёнку, ну, если ты квадробер, если ты подражаешь кошке, например, то зачем кошке iPad, зачем кошке телефон, зачем кошке пользоваться интернетом. Поэтому всё, вот у тебя телефона больше нет, планшета у тебя больше нет, и к компьютеру ты больше не подходишь, потому что ты кошка, а кошкам это не нужно. Это сработает сразу. Вот это единственный способ, который подействует на ребёнка. Если ваш ребёнок вдруг начал заниматься этим, вот ему можно сказать вот так, у него пропадёт интерес к этому квадроберству сразу за несколько минут. Потому что телефон, планшет – это для них очень-очень важно. И они без этого уже не могут. Поэтому будьте осторожны, дорогие родители. Мало того, что у нас ещё всякие эвакуации в школах, так нам ещё и среди детей вот эту вот гадость внедрили, да? Будьте осторожны, родители. Отучайте ребёнка от этого, потому что от этого квадроберства это ни к чему хорошему не приведёт. Вот это я прям чувствую. Это ни к чему хорошему не приведёт. Отучайте их от квадроберства.